господин президент ваше превосходительство уважаемые делегаты для меня большая честь вновь представлять мою любимую страну с этой трибуны за последние 10 лет когда я имел честь обращаться к этому залу грузия превратилась из несостоявшейся страны в демократическое государство с рыночной экономикой мы пережили взлеты и падения у нас были прорывы и ошибки но на протяжении всего этого периода мир видел постоянное стремление народа грузии к свободе сегодня я стою перед вами и прошу вас еще раз прислушаться голосу этого народа свободолюбия которого превыше всех политических социальных или религиозных различий и несмотря на все проблемы и задачи с которыми мы все еще сталкиваемся голос этот кампал он из надежды глядя на современный мир я полагаю что голос надежды действительно необходим оптимизм начала 1990-х войны с когда распространение либеральных и демократических ценностей казалось нам естественным когда было заявлено что это венец истории и он и на он должна была стать сердцем и душой окончательно умиротворенного мира этот оптимизм 90-х Будучи тогда студентом здесь, в Нью-Йорке, я проходил в ООН стажировку и видел, что ее переполняет дух оптимизма. Этот оптимизм был разрушен волной цинизма и пессимизма. Мир во всем мире не был установлен. И Организация Объединенных Наций не стала сердцем и душой Объединенного Мира. Некогда победоносная западная цивилизация сегодня справляется с глубоким экономическим, социальным и ментальным кризисом. Так называемые цветные революции в Восточной Европе сегодня под атакой сил, которые несколько лет назад были ими же побеждены. На Ближнем Востоке, в Каиле и Тунисе, картина торжествующего народа замещена ужасной картиной детей, отравленных химическим оружием в Дамаске. Да, есть множество причин для разочарования. Но насколько оправдана смена догматического оптимизма 90-х на такой же догматический пессимизм и гибель всех надежд? Разве осознание того факта, что распространение демократии и свободы требует титанической борьбы, должно заставить нас отречься от наших убеждений и принципов? Сегодня я здесь, чтобы поделиться с вами надеждами моего народа и говорить от лица своего народа против этого пессимизма и фатальной безнадежности. Я здесь, чтобы обратиться к тем, кто еще сомневается, кто колеблется, кого одолевает соблазн сдаться. Если Запад уже вчерашний день, то почему дату вступления в НАТО так глубоко чтут миллионы поляков, чехов, эстонцев, румын и других народов? И почему миллионы грузин, украинцев, молдаван и других стучатся в дверь Европейского Союза? Если свобода уже не в моде, как объяснить тот факт, что самоубийство одного человека в Тунисе изменило карту мира? Нет. История не закончилась в 1989 или 1991 году, и она никогда не закончится. Свобода по-прежнему является ее движущей силой и целью. Везде, где люди хотят свободной жизни, им противостоят силы тирании. Вопрос в том, что мы собираемся делать, противостоять или оставаться простыми зрителями, уважаемые делегаты. Сейчас, когда я выступаю здесь перед вами, страны Восточной Европы, свободные и демократические государства испытывают на себе постоянное давление и угрозы. Армению загнали в угол и вынудили вступить в таможенный союз, что не входит в интересы ни этого государства, ни нашего региона в целом. В Молдове объявили блокаду, происходит давление на Украину, происходит прессинг Азербайджана, а Грузия оккупирована. Почему? Потому что старая империя пытается восстановить утраченные границы. Впрочем, слово «граница» здесь неуместно, поскольку у Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации или Евросийского Союза никогда не было границ. Только окраины, рубежи, пределы. Сегодня я говорю именно от имени этой окраины. В отличие от большинства стран, Российская Федерация далеко не заинтересована в том, чтобы ее окружались стабильные государства. Перманентный хаос и беспорядки в соседних странах – вот то, к чему стремится Кремль. Он принципиально отвергает наличие сильного правительства в Грузии, Украине или Молдове, пусть даже дружественного правительства, уважающего его интересы. Я никогда не был, как говорят французы, поклонником языка официоза. Но сегодня, когда подходит к концу мой второй президентский срок, я тем более хочу говорить все, что думаю. Давайте будем абсолютно открытыми и конкретно обрисуем ситуацию. Как вы думаете, например, желает ли Владимир Путин того, чтобы Армения одержала окончательную победу над Азербайджаном? Нет, так как это будет означать, что Армения станет слишком сильной и слишком независимой. Думаете наоборот? Москва хочет победы Баку над Ереваном? Разумеется, нет, поскольку возрождение модернизированного и динамичного Азербайджана – кошмар для российских лидеров. Нет, они не хотят победы ни одной стороны. Их конечная цель – сам конфликт, так как это обеспечивает зависимость обеих стран и задерживает их европейскую интеграцию. Как вы думаете, изменило ли поражение на выборах сил оранжевой революции отношение Кремля к Украине? Напротив. А я говорил вчера со своим коллегой Виктором Януковичем. Его правительство является постоянным предметом нападок со стороны России. И это происходит ежедневно. Россия перед саммитом, запланированным в Вильнюсе, начала торговую войну против Украины. Российские официальные лица открыто обсуждают перспективу распада этой страны. Как вы думаете, готов ли Кремль рассмотреть вопрос о деоккупации Абхазии и Южной Осетии сегодня, когда правительство уже сменилось в Вильнюсе? Вовсе нет. Аннексия грузинской земли российскими войсками продолжается. Вчера оккупанты совершенно открыты и безнаказанно вновь изгнали грузинских граждан из собственных домов, из сел, где они жили многими поколениями, отрезали их от могил предков, заняли оросительные системы. Несмотря на дружественные заявления, сделанные правительством Грузии в последние недели и месяцы, российские оккупационные силы продолжают наступление, разделяют семьи колючей проволокой, создают угрозу нашей экономике, продвигаются к нефтепроводу Бакусупса и главной магистрали Грузии. Таким образом, Путин подрывает устойчивость нашего государства. Мы являемся одной из немногих стран, и я горжусь этим, которые устояли после полномасштабной атаки России. Мы также единственная страна, которая сохранила свою государственность, независимость и выжила, несмотря на нападение сильной, десятитысячной российской армии. Нас бомбили 200 самолетов, были атакованы Черноморским флотом, а также десятками тысяч наемников. Наша независимость и государственность выдержали это все. Так давайте больше не будем рисковать миром. Мы выжили, потому что были едины, и нас поддерживал весь мир. Надеюсь, мир будет продолжать стоять плечом к плечу с нами, когда мы вновь окажемся под подобным давлением. Я говорю сегодня от имени народа Грузии, с просьбой к международному сообществу отреагировать на эту агрессию и оказать нам помощь в том, чтобы положить конец российской аннексии наших земель. Враждебность Владимира Путина и его команды по отношению к правительству, которое я имел честь возглавлять на протяжении почти десяти лет, не обусловлена личной антипатией или культурным непониманием. Все подобные интерпретации являются всего лишь ширмой. Мой предшественник, президент Шеварнадзе, выходец из высшей советской номенклатуры. Он пришел к власти в девяностых, через военный переворот, при прямой поддержке России. И в отличие от меня, он был знаменит своими советскими дипломатическими навыками. Несмотря на все это, Россия постоянно пыталась подорвать его правление и несколько раз организовывала на него сокрушения. Разговор не о Гамсакурде, первом грузинском президенте, или Шеварнадзе, или Саакашвили, или нынешнем премьере Ванишвили. В действительности имена не имеют большого значения. Дело касается будущего грузинской государственности. Почему? Потому что нынешним правителям России хорошо известно, как только стабильные институты будут созданы в Украине, Грузии, Молдове и других странах, эти институты отразят и усилят желание народов этих стран быть по-настоящему независимыми и стать частью европейской семьи. Именно поэтому успешные реформы и грузинский опыт строительства подлинного государства были восприняты как некоторого рода вирус, который инфицировал бы всю территорию бывшего Советского Союза. Вирус, который следует искоренить всеми возможными способами. В то время как мы, некогда не состоявшаяся, чуть ли не самая коррумпированная и криминализированная страна стали наименее коррумпированной страной во всей Европе и реформаторами номер один в мире, а по данным Семерного банка и лучшим климатом для ведения бизнеса, именно поэтому народу Грузии ввели эмбарго, навязали войну и оккупацию. Все после 2006 года. Именно поэтому сопротивление грузинского народа и дальнейшая жизнь грузинской демократии столь важны для всего региона. Дамы и господа, дорогие коллеги, усилия остановить и отбросить назад прогресс Евросоюза и НАТО в нашем регионе, прогресс, который основан на воле нашего народа, становятся все более интенсивными. Эти усилия, направленные против прогресса, носят имя Евразийский Союз. Мне становится нехорошо, когда офицер КГБ Владимир Путин читает миру лекции о свободе и демократических ценностях. Это, пожалуй, последнее, что может делать диктатор одной из последних в мире империй. Евразийский Союз является альтернативой Европейскому Союзу, и Владимир Путин считает его главным проектом своего президентства. Это новая Российская империя, и проект этот гораздо более опасен, чем его лекции. Для европейской и евроатлантической интеграции необходимо огромное усилие и умное время. В какой-то момент можно подумать, что это и вовсе мираж. Угроза и давление, с одной стороны, все сильнее, а обещания кажутся такими далекими, что некоторые граждане Грузии или за ее пределами могут просто устать и сказать, а почему бы и нет. Сегодня я хотел бы объяснить, почему нет. Сегодня наши страны стоят перед выбором, определяющим их будущее в гораздо большей степени, чем выбор внешней политики или альянса. Наш народ должен решить, приемлемо ли для него жить в условиях страха и преступности. Жить в мире, где отличие воспринимается как угроза, а меньшинство как объекты для угнетения. В мире, где политические оппоненты подвергаются избирательному правосудию и физическому оскорблению. В мире, который, дамы и господа, мы очень хорошо знаем, потому что мы жили в нем. Евразийский союз являет собой наше недалекое прошлое и будущее, которое готовят для нас бывшие офицеры КГБ в Москве. Противоположность этому, наши возрожденные традиции и многовековые устремления ведут нас в совершенно другой мир, который называется Европа. Европейское общество также далеко от совершенства. И там мы сталкиваемся со страхом, сомнениями, гневом и порой даже ненавистью, социальным неравенством. Но там меритократия выше непотизма. А фундаментом общественной жизни является толерантность. Нынешние оппоненты, будущие министры, которых никто не сажает в тюрьму, не расправляется с ними физически. С этой точки зрения, для восточноевропейских народов выбор настолько очевиден, что некоторые кремлевские стратеги, называющие себя политтехнологами, решили вообще отменить правду и распространять ложь в Грузии, в Украине, в Молдове и других странах. В наших странах они при помощи пятых колонн вводят стереотипы, в рамках которых Европейский Союз отождествляется с нарушением семейных ценностей, национальных традиций, с навязыванием нетрадиционной сексуальной ориентации и уничтожением традиционной религии. Странно, но в последние месяцы в Киеве, в Тбилиси и Кишиневе мы слышим одни и те же, написанные в Москве уродливые мелодии. Мы слышим, что наши традиции якобы рассыпаются по причине западного влияния, что церковь превращается в Диснейленд, и христианские праздники замещаются гей-парадами. Мы слышим, что наше православие находится в опасности. И, наконец, мы слышим, что с нашими бывшими хозяевами нас объединяет взаимное уважение к порядочности и традициям. Неужели мы и вправду настолько наивны, чтобы верить в эту ложь, как верили предыдущие поколения? Настолько наивны, чтобы позволить Москве лишить нас суверенитета? Неужели мы можем быть столь несправедливыми к нашим предкам и полагать, что чтим их, нападая на какую-либо мечеть? Неужели мы настолько незнакомы со своей историей, чтобы допускать ее повторение снова и снова? В этих фальшивых мотивах, о православном братстве, в исполнении российских империалистов, почему мы не слышим вечные голоса убитого имя же патриарха Кириона, переподвергшегося страшным пыткам католикоса патриарха Андросия Хилая? Его пытали только потому, что он обратился к Женевской конференции с протестом против вторжения захватчиков в его страну. На допросе он сказал, «Моя душа принадлежит Богу, мое сердце Родине, а мое тело я отдаю вам, палачи». Неужели мы так оглохли, что отказываемся слушать голоса убитых российскими империалистами и коммунистами и епископов и священников? Неужели мы настолько необразованы, что не помним, кто перекрасил наши церкви и стер наши священные фрески? Неужели мы настолько слепы, что не видим наши разрушенные церкви на оккупированных территориях, разрушенные теми же, кто уничтожал наши храмы в 19 веке? Знание истории необходимо. И наша история учит нас, что толерантность в регионе является основой нашего суверенитета. Толерантность не только моральный долг, это вопрос национальной безопасности. Мы должны знать историю и понимать, что старый имперский принцип, разделяя властвы, сегодня применяется так же, как применялся 20 веков назад. Взгляните на наш регион сегодня. Тот, кому известна история Кавказского региона, помнит, что кровопролитие во время армяно-азербайджанского конфликта в 1905 году напрямую управлялось царской администрацией. И разве здесь нельзя провести параллель с Карабахским конфликтом в 1980-х? Российская армия была там, к тому же в большом количестве, и на ее глазах началась война. Они демонстрировали обеим сторонам, что помогали им. На самом же деле, подстрекали конфликт. Тот, кто знает историю, легко припомнит, так же, как помню я, начало Абхазской войны, в начале 90-х, когда грузинские полувоенизированные подразделения получали оружие от российской армии, бомбившей наши территории, которая в то же время помогала абхазским формированиям и чеченским наемникам, дабы пресечь любую солидарность народу Южного и Северного Кавказа. Это происходило точно так же, как и сто лет назад, когда грузинских офицеров отправляли на передовую российских войн против чеченцев, и гушей, и дагестанцев. На разных отрезках истории мы можем рассмотреть другие периферийные страны, такие как Польша и Украина, и мы видим точно такую же картину. Империя разжигала рознь между порабощенными народами и разделяла их стеной фанатичного антагонизма. К сожалению, такой подход оправдал себя. К еще большему сожалению, он работает и сегодня. Дамы и господа, уважаемые делегаты, Европейский Союз, самый большой политический успех за последние десятилетия стоит на трех китах, трех опорах, которые также можно назвать тремя отрицаниями. Первое, отрицание радикального национализма, который почти довел Европу до коллективного самоубийства в виде двух мировых войн и ужасов нацизма. Второе, отрицание коммунизма, опасность повсеместного распространения, которого имело место быть. И третье, отрицание империализма и колониализма. Многие из вас помнят об этом, и весьма болезненно, так как вы сами когда-то были жертвами британского и французского империализма. Империям Британии и Франции потребовалось время, чтобы принять это третье отрицание, но отказ от колоний был ценой реального воплощения, модернизации и развития демократии, демократических ценностей, а также европейской интеграции, ее реального воплощения. А союз Евразийский основан на ровно противоположных постулатах. Он упирается на противостояние, где во главе стоят структуры старого КГБ, и он ставит целью воскресить старую империю. Именно поэтому вступить в Евразийский союз очень легко. Не существует политических, социальных или экономических критериев. Чтобы стать колонией, на самом деле вообще не требуется никаких усилий. Главный критерий быть пассивным, посредственным, не выделяться, не иметь национальной гордости, достоинства и самосознания, разве что желание рабства. С другой стороны, для того, чтобы вступить в союз европейский, то есть в настоящее объединение, требуются титанические усилия, потому что необходимо с точностью удовлетворять критериям тех постулатов, на которых зыждется Европейский союз. Таким образом, я хочу обратиться к сомневающимся, именно потому, что вступление в Европейский союз требует усилий и удовлетворения серьезным критериям, именно потому, что Европейский союз не старается поглотить нас, тогда как другой союз именно об этом и мечтает, наш выбор яснее и яснее. И подчеркнуть ясность этого выбора лучшим образом может тот аргумент, что российский проект обречен на провал. Сегодня ни одна империя существовать не сможет в 21 веке, и тем более российская империя. Если мы вновь обратимся к истории, Франция и Британия потеряли колонии не только потому, что колонии сражались за независимость, но и потому, что в Париже и Лондоне утратили веру в империю. Они больше не верили в это. Эти империи поставлены были под сомнение, как на периферии, так и в центре. Именно это происходит в настоящее время в России. Отрицание имперских иллюзий, как мы видели, сначала происходит на периферии, но главное то, что империю отвергаются в центре. Такое отрицание проявляется не только в народных протестах или в возрастающей поддержке оппозиции в больших городах России. Это отрицание в первую очередь проявляется в сценичном отношении русской элиты к этому путинскому проекту. В этот проект не верят именно те люди, которые должны ему служить. Таким образом, в результате отрицания, как на периферии, так и в центре, империалистический путь заходит в тупик, а Евразийский Союз терпит крах. И тогда Россия сформируется как нация, как государство, у которого вместо стран окраин будут настоящие границы. Это будет настоящая страна с настоящими границами. И только после этого она начнет формирование стабильных отношений с соседями. Именно после этого сотрудничество заместит противостояние. Это произойдет быстрее, быстрее, чем многие думают. Это принесет пользу странам-окраинам, однако больше всего от этого выиграет российский народ. Это произойдет и потому, что для поколения российских граждан, которые являются одним из самых активных пользователей интернета во всем мире, имперский проект это абсурд. Это произойдет потому, что этническая дискриминация, имеющая место в России, не сможет ее консолидировать и никогда не сделает ее единым государством. Это произойдет потому, что доходу от нескончаемых ресурсов, нефти и газа создает угрозу перспективы добычи сланцевого газа и нефти. Революция сланцевого газа действительно подрывает последнюю авторитарную империю в мире. Это произойдет потому, что газ не способен заменить экономическую модернизацию. Это произойдет из-за нынешней коррупции и отсутствия справедливости. Это произойдет потому, что целые регионы были отчуждены по причине дискриминации и насилия. Потому что Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан и другие настолько притеснены, что больше не чувствуют себя частью единого с Москвой проекта. Это произойдет потому, что разочарование, гнев и ненависть крайне сильны, а объединяющего идеала уже практически не существует. Это произойдет не в следующее десятилетие, но в ближайшие годы. Через несколько лет, вы вспомните мои слова, Владимир Путин уйдет из Кремля и исчезнет из российской политики. Несмотря на то, что собирается в ней оставаться еще 20 лет. Для граждан России он станет призраком прошлого, олицетворяющим империю и коррупцию, угнетение. Никто не знает, будет ли этот процесс мирным или насильственным. Никому неизвестно, будет ли премник Путина либералом, националистом или всем и другим. Здесь главное другое. Россия перестанет быть империей и превратится в нормальное государство, нормальную страну. Это та перспектива, к которой мы все должны подготовиться. И пока наш регион по-прежнему остается очагом конфронтации, некогда порабощенные народы вместо противостояния должны объединиться. В прошлом некоторые страны и их лидеры прекрасно понимали, что свобода одной страны не могла быть полноценной без свободы всех порабощенных народов. например, Польша, которая взывала ко всем огнетенным народам. Например, маршал Пилсудский, который призывал народы собраться под флагом польской свободы, под флагом польской независимости. Но наши предки никогда ранее не видели большей пользы и не знали большей силы, чем сила, прекрасно сознающая свой стратегический интерес, сохранение нашего суверенитета. И это сила Европейский Союз. Сегодня, незадолго до Вильнюсского саммита Восточного Партнерства, я хочу повторить призыв, который за последние годы уже несколько раз провозглашал. Созданием Восточного Партнерства как ответа на нападение России на Грузию в 2008 году, Европейский Союз предложил нашим странам прекрасную платформу для сотрудничества под своей эгидой. В это начинание мы должны вложить больше усилий, должны развить совместные проекты, в первую очередь фокусируясь на совместно осуществляемых реформах, потому что реформы для каждого из нас означают государственность и независимость. Императрица Екатерина II прекрасно это понимала. Когда Польша вслед за французским и британским просвещением стала проводить реформы, она отправила длинное секретное письмо Фредриху Великому, королю Пруссии. Надо сказать, что это письмо Екатерина II и сегодня остается одним из самых впечатляющих описаний природы и стратегии империалистического проекта. Согласно ему, реформы, проходившие в Польше, создавали опасность как для России, так и для Пруссии, потому как они превратили бы Польшу в настоящее государство, затем и было необходимо их остановить. Необходимо было нападение на Польшу и ее разделение до окончания проведения реформы, иначе оккупировать эту страну уже не удалось бы. Это письмо не удивит тех, кому известно, с какой ненавистью Владимир Путин относился грузинским реформам последнего десятилетия. Большинство россиян задавалось вопросом, если несостоявшаяся, раздробленная Грузия, погрязшая когда-то в коррупции и криминале, смогла достичь успеха, почему тогда сама Россия не сможет сделать того же? Вот почему это был идеологически опасный проект. Впервые на Кавказе строилось настоящее, эффективное, национальное государство, и поэтому было необходимо уничтожение, достижение его реформ до того, как они принесут окончательные плоды. Дамы и господа, в Восточной Европе, в том числе на раздробленном Кавказе, формы нашего правления должно быть единство. Я говорил о начале войны в Абхазии, но мне хочется вспомнить еще более раннюю страницу истории, исполненную символизмом для всего Кавказа. В последние дни восстания Шамиля против Российской империи, тогда, когда сам Шамиль сдался в плен, чеченский командир Байрангур был ранен и также попал в плен. И перед тем, как его повесить, российские офицеры собрали дагестанцев и потребовали у одного из них вывез стул из-под обреченного на смерть Байрангура. Они знали, что они делали, так они хотели вызвать раздор среди местных жителей. Однако, Байрангур, видевши это, сам откинул стул. Этим запрещенным актом самоубийства с точки зрения религии он избавил соседей от растений. Но на фоне этой одной неудачи сколько раз имперская тактика внедрения раздора между кавказскими нациями все-таки оправдывалась. Это должно закончиться. Именно поэтому в период моего президентства мы запустили несколько проектов, направленных на учащение человеческих контактов между Северным и Южным Кавказом, университетские обмены и образовательные проекты. Поэтому парламент Грузии признал геноциз черкесского народа, который для многих является неизвестной страницей истории. А вся нация была истреблена только потому, что их земля была нужна России. Мы должны продолжать прилагать эти пусть небольшие усилия. Необходимо подготовиться к тому времени, когда империя развалится, чтобы быстро преодолеть наследие ее ненависти. Именно поэтому мы, как граждане Грузии, должны подготовиться к тому времени, когда российские войска покинут наши оккупированные территории, Синвалий и Сухуми. Должны подготовиться к тому, чтобы с распростертыми объятиями принять наших абхазских и осетинских сограждан принять как братьев и сестер, а не как врагов. И это касается многих других народов. Это касается многих этнических групп, потому что им придется возвращаться в их дома. И это время наступит гораздо раньше, чем мы думаем. Через несколько лет, дамы и господа, в конце второго президентского срока я горжусь достижениями Грузии за этот период. Мы в прямом смысле вывели Грузию из мрака. Мы сделали грузинскую государственную службу беспрецедентно прозрачной. Вернули наших детей в школы, из которых их изгнали банды. Мы приблизили нашу страну к европейской мечте больше, чем когда-либо. Мы непрерывно работали над восстановлением духа толерантности, который всегда венчал нашу страну во времена былой славы. Мы сделали много хорошего. Когда я пришел во власть, я был самым молодым президентом в мире, поэтому, как любой лидер, я хорошо понимаю, что многое было сделано слишком дорогой ценой. В наших спешных стараниях установить новую реальность, которая дала бы ответ внутренним и внешним угрозам, мы допустили также и ошибки. В некоторых случаях мы зашли слишком далеко, а в других недостаточно далеко. Я полностью беру на себя ответственность за все недостатки и принимаю близко к сердцу мнение всех тех людей, которые считают проделанную нами работу недостаточно полезной для себя. Тех людей, которые считают себя жертвой наших радикальных методов. Я хочу обратиться ко всем гражданам Грузии, к тем, кто поддерживал наши проекты, политику и партию, а также к тем, кто отвергал их. И хочу сказать, как я горжусь их сознательностью и мужеством, с каким уважением отношусь к принесенным в жертву их усилиям. Мы обещали осуществление своего проекта и не говорили, что оно будет легким. Я хочу сказать им, что они всегда должны оставаться нацией, которую объединяет любовь к свободе и достоинству. Мы есть и должны оставаться нацией, объединенной величайшим уважением к нашим идеалам, к жертвам, героически погибшим солдатам в Афганистане, нацией, которая глубоко соболезнует этому горю и вместе с тем гордится отвагой своих солдат. Мы нация, которая гордится своими солдатами. Они противостояли в сто раз более многочисленному российскому захватчику и дали нам время вместе со всем миром мобилизоваться и защитить нашу независимость, что в 20 веке не смогли бы сделать государство и крупнее нас. Мы есть и должны оставаться нацией, которая едина в достижении исторической цели, вступления в европейскую семью свободных и демократических наций, семью, от которой нас никогда не следовало отторгать в нашу семью. Наш путь регионального единства, свободной европейской интеграции еще далек от завершения. Для его окончательного успеха я лично буду работать не покладая рук до конца своих дней как достойный гражданин достойной страны. Благодарю вас. Я хочу, чтобы вы понимали, на тот момент грузинские вооруженные силы были самые подготовленные в мире. Да ладно? Да, я отвечаю. В мире? В мире! На подавленной грузинской армии Министерство обороны России перебросило чуть ли не все боеспособные силы. На третий, на четвертый день стянули боеспособные воинские части, которые дислоцировались по всей России и Сибири подтянули. 76-я воздушно-десантная дивизия, по сути, там она была вся. С горьким юмором, я говорю, не дай бог в это время бы еще эстонцы заявили о своих территориальных претензиях и попытались разрешить эти претензии к России с использованием вооруженной силы, то эстонцы нас бы победили и дошли бы до Москвы. Первыми в рукопашный бой с грузинами вступили бойцы штабной колонны 58-й армии. Они пытались прорваться в схемвале из Джавы, но были на голову разбиты. Ранили даже командующего армии генерала Анатолия Хрулева. Конкретный пиздец нам. Такого не ждал никто, блядь. Вот все, что осталось в батальону, можно сказать. Там все горит, нахуй, тоже еда. Пацанов жалко. Экипажа сгорел заживо. Прямо на глазах башни оторвались. Блядь, где бэхи, бардак, ебать! Там всех расхуярили, нахуй. И везда там, блядь. Бензоводы горят. Бензоводы горят, сейчас как сквадрав не болят, бэха сгорела от снаряды, от бэхи. Ой, ебать, мой хуй, еще одну бэху шмальнули. Уже, блядь, три бэхи сгорело, нахуй, бардак сгорел, все бензоводы горят, нахуй, сквадрав горит, блядь, патронов почти нихуя. Короче, развивали нас как сука Лашков последний. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, прошло 10 лет со дня начала российско-грузинской войны. Как вы поменялись? Ну, во-первых, хочу приветствовать вас, добрый вечер, слава Украине, слава Грузии. И, ну, я думаю, что мы все стали мудрее, мы все стали слава Анашу, я еще жив, меня повесили не за какие части моего тела. Я думаю, что мир стал намного мудрее, потому что они поняли, что то, что произошло в 2008 году, это не было каким-то изолированным эпизодом какой-то данной горной страны, а это мировой часть региональной тенденции. После этого случилось то, о чем предупреждали я, Леонид Ачинский, и более здравомыслящие люди внутри России вне ее, нападение и аннексия Крыма, нападение в целом на Украину, сирийская авантюра, угрозы очень все более реальные по отношению к западным и балтийским странам. То есть мы время доказало, что это было не результатом какого-то там недопонимания нападения на грудь между мной и Владимиром Путином. Частью будет хорошо запланировать сатриги. То есть правильно ли я понял, если нет, поправьте меня, что вы считаете, что война была неизбежна? Ну, трудно говорить в историческом контексте, но когда у твоих ранец мобилизируется и двигается на тебя армия сто тысяч человек, ты уже завозишь двести самолетов, когда приедешь на твою территорию. То есть такую военную машину просто остановить увещеванием или тем, что мы ничего не будем делать и вообще ничего не делаем, еще в мире никто не останавливал. Это было глубоким заблуждением. Чем больше фактов мы узнали, тем больше мы в том, что, к сожалению, война уже шла, война шла на нас, и когда война идет на тебя, то особого выбора на тебя не оставляет. Невозможно было избежать все-таки, как вам сейчас кажется? Невозможно было как-то договориться, о чем-то договориться, что-то решить? Я не знаю, какие последние переговоры вели ваши представители, российские представители. Мы сделали все для того, чтобы убедить их не воевать. Например, хочу сказать, что я написал письмо, сначала я много раз встречал, много раз встречался, убеждался, в феврале 2008 года была моя встреча с Владимиром Путиным, где он сказал, ну, ребята, мы сейчас вам нельзя признавать Косово, вы тут ни при чем, но мы должны принять обедные меры. Вам будет немножко больно, но это не убийственно. Расслабьтесь, но это не против вас, это против ваших друзей. На что я ему сказал, что вы все время шуете к нам своих... Если проблема, о том, что мы как бы стремимся в НАТО, а это еще это саммит НАТО, я вам говорил, вот сейчас при свидетелях моей делегации, вашей делегации, мы готовы подписать любой момент с вами, что мы отказываемся от НАТО, мы отказываемся от любых иностранных баз, но в замене, естественно, вашей помощи, там, воссоединение и вечный мир между Россией и Грузией, никогда Грузия во сто лет не создает вам никаких проблем. на что Путин сказал следующее, ребята, а это у нас уже задокументировано, запротоколировано, мы ваши территории на вашу геополитическую ориентацию не меняем, это боли на играх, то есть типа кто ты такой вообще мы сами и у нас есть свои заготовки, что он публично сказал, у нас есть свои заготовки, которые мы сделаем. И поэтому это первая история, когда я попытался ее предоставить. Вторая история была после того, как я написал письмо Владимиру Путину, я много думал, что можно предложить ему такое, чтобы заставило его отказаться от войны, если он не хочет войны, что? И тогда мы ему предложили, но я в Южной Осетии вообще ничего не нужно, как назовем Южной Осетии, потому что сам мне говорил, что про Южную Осетию первый раз услышал в 2004 году, но я в это верю, потому что это не их хлеб с маслом, но Абхазия, знаю, что очень интересовало россиян, и говорю, вот Абхазия половина, другая половина у вас Олимпиада в Сочи, вам нужны аэропорт Сухуми, вам нужны парты, вам нужны санатории, вам нужна железная дорога, и давайте так делаем, давайте мы узаконим все ваши интересы к Сухуми и северу от Сухуми, но вы нам дайте возможность вернуть к наших пеженцев, а там у нас полмиллиона держится общая сложность хотя бы часть этих пеженцев в ту половину Абхазии абсолютно пусто, абсолютно пусто, находилась под контролем российские беготворцы, вы передвинете с беготворцем на Кадоре, то есть это поближе к Сухуми, дайте нам возможность под международные гиды, мы не вводим никаких войск, между ООН и Россоюзом ввести этих беженцев здесь, открывайте именно территорию, мы вам, кстати, мы хотели быть, готовы запомнить военную плату и в Удаундах, но мы готовы вот так шаг за шагом устанавливать мир и давайте все ваши интересы будут учтены, а мы хотя бы половину Абхазии вернем беженцев и эти люди заживут менеджей, будут общаться и у нас будет постепенно мы будем двигаться в решение территориального вопроса. И что ответил Блова Путин? Ну, первое, то, что они были очень необычны, что это письмо попало сразу в лес. Обычно они этого не делают. То есть, как бы они мои дискредитации, он торгует интересами Грузии, потому что для всех было очевидно, для меня было очевидно, что все движется к войне, но не всегда всех. могло выглядеть, что я там сдаю интересы Грузии. Но второе, они направили письмо Российской Федерации, очень грубое письмо, без церемонии было написано, на этом этапе разговаривать о возврате беженцев крайне преждевременно не кстати. То есть, и они поменяют свою официальную позицию. Раньше официальная позиция была за возврат беженцев, за мирное решение. Они сказали, никаких беженцев, забудьте про Бхазию. То есть, это вторая вопроса. Михаил Николаевич, извините, ради Бога, у нас сейчас новости, нужно на 5 минут прерваться, дальше мы вернемся в прямой эфир ровно через 5 минут. Пожалуйста, не уходите. В 2004-2013 году в прямом эфире «Эхо Москвы». Михаил Николаевич, вопрос вам задают здесь наши слушатели на канале YouTube и здесь. Вот, например, с вызовом вопрос. После войны 2008 года грузины, абхазы, осетины перестали убивать друг друга. Это что, заслуга Путина? Спрашивает один из наших слушателей с непроизносимым ником. Получается, остановили, принудили к миру? А кто вам сказал, что они до того убивали друг друга? Тут ситуация была такая, что, во-первых, после войны у нас была целая серия, череда террористических актов против Грузии, значит, взрывали, причем, там, ушили, ГРУ были везде, там, такой майор сидел, который делал, например, к примеру, они хотели взорвать железную дорогу, выложили бомбу и потом позвонили евро-наблюдателю, у нас что, там, железная дорога взорвалась, а потом мы выехали, обнаружили бомбу, она не взорвалась, то заранее россияне позвонили, что у вас взорвалась. Они взорвали офис политической партии, они убивали наших офицеров, они убили нескольких мирных граждан, они пытались подложить бомбу на рынок, и, так что, убийства были. Это первое. Вторая история, вторая история была о том, что, значит, когда у нас было западение на нескольких грузинских режимах, например, Арчил Касунашвили, который был похищен южно, так называемые, южно-ассетинскими добровольцами, его жестоко питали, и он умер в пытках, и долго тело не отдавали в Владикавказе, потому что не хотели увидеть, что он реально человек, а просто разрезает на части. И Дигаут Хозория, который прямо на Касунах с своих семей застрелили на демаркационной линии в Абхазии. И таких случаев похищения, расстрелов и так далее гораздо больше, больше и больше, и больше. Так что на самом деле мира сейчас, к сожалению, там у нас нет. Более того, в результате это так называемая операция, на самом деле, просто грубое уторжение российских войск на нашу территорию, еще несколько десятков тысяч людей потеряли свое имущество и были вынуждены потерять свои дома, их дома были сравнены с землей. Если вы это называете с миром, миром, то я желаю вам, кто задает вопрос, такого же мира в своей семье. А я не хочу в своей семье в своей стране такого мира, где мои дома сжигают, где мои люди убивают, где у нас взрывают людей, унижают мирных граждан, это не мир. По моим стататам называется ад, война, беспредел и с этим, конечно, закончили. Михаил Николаевич Саакашвили. Михаил Николаевич, еще один вопрос, как вы оцениваете доклад Евросоюза во главе с госпожой Тельявини, которая, отмечая ответственность обеих сторон, замечала, что первый удар был нанесен под Схинвали именно грузинской стороной. Вот в целом доклад, как вы оцениваете, можете объяснить причину такого доклада? Все очень было просто. После войны, после издавжения в Европе очень мало выходить из санкций. Очень надо было. Ну, надо было это немцам, надо было итальянцам, надо было многим другим. Они создали эту комиссию. Эта комиссия, в принципе, основные факты правильно сказали. Например, она сказала, что на нашей сети по их данным были регулярные статистические формирования уже. Они сказали, что мы не знаем, это полностью было армении или нет, об этом мы узнаем попозже, мы узнаем, что уже была значительная часть эскармии, но Грузия, открыл огонь, как бы первым миницировал военные столкновения. Извините, когда на той территории торгается иностранная армия, что они не отвергают? Есть два пути. Не открываться огня, то есть сдаваться. И, в принципе, к сожалению, Крыму так и произошло. Украинская сторона, по настроению, кстати, американцев, пальцем не шевелли, такие не шевелли, там люди на месте очень пытались сопротивляться. И, в результате, Крым так забрали, что потом сказали, посмотрите, как все было мирно, как все было спокойно, вообще, что рыпаться, все хорошо, все мирно, что вы что, войны хотите? У нас ничего не делать, в ответ на отношениях был выход сопротивляться. Если бы сегодня у меня был выбор, я бы тоже сделал выбор в сторону сопротивляться. Я бы лучше сопротивлялся. Я бы свои приказы уращиваю из Ирака, в Грузинску, которые мы не... То есть, когда начинают напряженность, когда они ввели железнодорожные десантные войска в Абхазию, когда они заслали спецназ, на котором мы вынуждены были реагировать, и этот спецназ уничтожится, мы сбили анимнастый спилотник, когда они перелетали на нашу территорию, тогда я... У нас было договоренность с вами ситуация напрягается, мы выводим свою самую боеспособную приказу из Ирака. Я вызвал американского посла, мы посовещались, и после какого-то колебания там, ну ладно, пускусе остается. Моя ошибка была, что я ее не вывел. Надо было выводить. Моя ошибка была, что я раньше не кричал, громче не кричал. Ну, тоже, надо меня понять, никто не верил, что Россия нападет. Даже многие вокруг меня не верят. Даже до конца я не верил, потому что после конца холодной войны, и вообще после Афганистана Россия ни на кого не нападала. И Афганистан плохой опыт был, другой опыт. Поэтому в этой ситуации, что бы я сделал там, что они говорят, что там мы должны были, когда уже народные войска ничего не сделать, тогда бы они оказались в пилище. Тогда бы они почти без сопротивления взяли бы, например, президентский дворец. В это время я мог бы оказаться на прямом Олимпиаде в Пекине. Я отбернулся с аэропорта фактически дорогой, я был по дороге на эту Олимпиаду. И последний момент, если бы еще полчаса начали стрелять на нас, российские формирования, осетинские, я сидел в самолете, и у меня даже телефона не было в этом самолете. Я прилетел 10 часов в Пекин, ничего не зная, что у меня происходит дома. И тогда бы спокойно какие-то непонятные осетинские формирования. Вместе с грузинскими, там было где-то 800 этнических грузин, которые готовили на Северном Кавказе против нас. Взяли какое-то произведение, перелись в местное столкновение, гражданская война. Москва не может не мешаться, потому что, понимаете, бардак на границах своих граждан. И в Саакашире где-то Пекине беседует с Бушем, а в это время у него там в столице что-то вроде гражданского переворота или военного переворота, и он уже не кричит. Вот такая ситуация. Поэтому сейчас поэтому выглядело бы так, что каких-то там двережных осетинских добровольцев разбили в Требельске подготовленные американцами три грузинских бригад, которые позорно бежали оттуда, не оказалось сопротивления. Ну, и какие-то другие добровольцы уже восставшие взяли в Тбилисию. Вот вся история. Вот вся история, как это было на плане. Я расстроил их планы. Я расстроил планы. И он не может до сих пор меня простить. Я понимаю. Михаил Николаевич, ваша позиция понятна, но меня, знаете, я не задал вам этот вопрос, когда мы последний раз в 11-м году с вами говорили. Все-таки вы свой собственный город с Хенвали бомбили градами. Я критиковал своего президента Путина, когда он бомбил Грозный, поэтому я задаю вопрос другому президенту другой страны, как можно свой город бомбить градами. Плюс к этому еще 80% южных осетин уже имели российские паспорта. Я даже не про миротворцев, я про жителей вашей страны. Расскажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Этот фальшивый нарочитель насчет того, что мы разбудили страще город с Хенвали нашими градами полностью чушь и не соответствует с ним. Я вам скажу почему. Во-первых, с Хенвали не было гражданского населения. За 10 дней они начали даже за 2 недели посетку вернуться с своего семейного отпуска и детали, где первый раз мы с семьей выехали. Я посмотрел, что это происходит, что эвакуируют массово всех. В Хенвале как было там 2000 человек все жило? Это по ПГТ по большому счету было тогда по населению. Но начали массово эвакуировать. Моих знакомых, близких, к ним пришли. Они говорят, что забираем всех. Почему они эвакуировали? Не потому, что россияне такие гуманитары, что там вдруг глава генштаба России решил, что это... Нет, просто там узкая дорога, ущелье. То есть, если танки заходят, от дороги убегают люди, то танки могут остановиться. Им не нужно было, чтобы люди путались под ногами. То есть, они вывели практически первое. Вторая история. Были не из Градова, а из израильских как раз этих антидрейских установок Градлаг, которые намного ученые, чем Град. И были только по огневым точкам. И это было строгое указание. Ни в коем случае не трогать гражданское расследование. И практически разрушений города в Хенвале не было. Это многократно проверено и заказано. Кроме станек, откуда велись огни. И практически в том, как российский очень хороший режиссер сделал фильм «Уропе русского». Ходил по кладбищам и искал вот эти могилы гражданских людей, о которых говорили, что 2000 человек, 1500 человек погибло в Хенвале. Ничего подобного. Поэтому давайте будем говорить, как есть. Там уже были военные формирования. Целью нашей не было в Хенвале. Целью нашей была обойти в Хенвале, закрыть ущелье. Но поскольку на дороге, которая была обезнаю, она уже была занята российским спецназом. И там пройти невозможно было, потому что там узкое ущелье. И же там на склоне все твердо был засевший спецназ групп, который ничего общего не имел с миротворцами и который не пропускал наши войска. Естественно, надо было двигаться через город, но заранее подавлю огневые точки. Вот вся история, которая произошла. Не было какой грозный. Как можно сравнить с Хилой Грозный? Грозный вообще дом не остался стоять, дерево не осталось стоять, сотни тысяч людей погибло. Как можно эти две вещи сравнивать? Вот это есть как раз все они одинаковые, он бомбил Грозный, какая чушь. С Хилой этой операции Грозный, это две разные вещи Грозные, надо сравнивать с Хиросимой, я не знаю, с Агасаки, с разрушенным Грэденом или Рутердамом, с тем же Сталиградом. Почему тут не говорили вообще? Я просто задал вам вопрос, вы ответили, как вы ответили. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вопрос, как вы думаете, почему были остановлены российские войска и вот вы говорили о возможности, если бы вы улетели, да, переворот, почему, у вас есть понимание, почему Медведев или Путин, неважно, они остановили войска и не пошли дальше? Во-первых, Медведев, ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество, потому что я пытался с ним связаться, по телефону и сначала я за ним бегал в Астане и он мне сообщил о планах войны, где-то там на дискотеке у Назарбаева и потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор. Вот вся история с Медведевым. Медведев, я думаю, что я общаюсь с президентом России и оказалось, что я общаюсь с людьми, с которыми вообще никакого решения. Он сам мне сказал, ты же знаешь, не принимай решения, а там, в Москве другие законы жанра. Это его фраза. И, кстати, он мне ответит, что он, это, во-первых, во-вторых, значит, когда сначала мы выиграли время, потому что наши войска, на самом деле, остановили первую танковую колонну Крулева, уничтожили первых танков и тяжело ранили командарма 58-й армии Крулева. Это был первый случай после Второй мировой войны, когда командарм руссо-российской армии генерал был тяжело ранен. Первое. Второе. Мы сбили в первые же дни 14 летательных аппаратов, включая стратегический бомбардировщик Тул-204, и благодаря украинским и израильским ПВО, и в первые дни, через некоторое время, когда начали наши ПВО сбивать их, россияне перестали летать. Они отказались, пилоты отказались летать. И это нам дало время. Потом, поняв, что у нас сначала сели зашел, самый командир из частей, и поняв, что у нас больше нет ракет, а у нас здесь реально не было больше, они уже начали безнаказанной летать и уже выбили из радара. Поэтому мы выиграли время. Вторая история была, конечно, они шли на ПИБС, конечно, они не шли на и просто можно было все войска отрезать, и они зашли с западной Грузии. Я видел как они стояли на Гуле. То есть, потом уже Саркадий сказал, они идут на Твериси. Все остальные они идут на Твериси. Кондализа Райс, когда поговорил с народом, Ларуф сказал, наша цель полное уничтожение Грузии, и Саркадий должен уйти в отставку. Об этом Кондализа даже вчера еще раз представила. И вот в этой ситуации, когда они шли на Тбилиси, когда они единственное, что они разбобили Балтбилиск международный аэропорт и посылали всяческий сигнал, что типа садись со своей семьей и уезжай оттуда, понятно было, чего они хотят. Вот в это время, наконец-то, после того, как мы выиграем время, после того, как шесть лидеров Европы плюс Саркадий прилетели, я имею в виду Качинского и Ущенко лидеров балтийских начали военную гуманитарную операцию, то есть в аэропорт Констанция прилетели дополнительные Ф-16, шестой флот двинулся на Глузию, передовой эсмениц ракеты носить, которые Тулки, кстати, не хотели, не очень быстро пропускали через проливы и командующий шестой нафига с моего президента даже с бумагами лепет, я пройду, я не буду обращать внимание на турецкие возражения, то есть они, шестой флот пошел, Чейни, Совет Безопасности США, сказал, что мы должны удалить ракетным ударом по Русскому туннелю, и это было как-то доложено на Москве, что такие мысли тоже есть в голове Вашингтона, и остановило наконец, и в конце концов в центре перестаяло много сотен людей на митинге, и Путин, глава МСНГ, сказал, вот сейчас у них митинги, я их разбомблю, но с ними стояли лидеры европейских стран, это было прямой это не Грозный, о котором никто не знал, появился прямой эфире всех телестанций, я постоянно был прямой эфире, мы, в принципе, все наши службы работали четко, и в этом смысле заходить передумал последний момент, сейчас я смотрел, там некий генерал Шаманов говорил, надо было выехать и подвесить Саакашвили, он очень жалеет, что это его не было сделано. Михаил Николаевич, но я как-то растерялся, правильно ли я понял вас, что действия Соединенных Штатов Америки и ее вооруженных сил остановили Россию? Они в прямом эфире остановились через буквально там меньше, чем за час после объявления Джорджа Буша на начало военно-гуманитарной операции. Я с Джорджем Бушом имел несколько бесед, в том числе очень напряженность. Я сказал, что то, что Советский Союз приемат и разрушился, при нем он восстанавливается, и он войдет в эту историю как человек, который позволил восстановить Советский Союз, я не скрою, что даже поднял на него голос, это была напряженная беседа, и он не любит про это вспоминать, но если истории как вы стороните, не вырвешь, я сказал, что может быть, это наш последний разговор, да, все говорят, что сейчас российские войска заходят, и они хотят меня убить, может быть, последний разговор, но ты должен помнить, Джордж, что при тебе Советский Союз восстановился вопрос, сейчас не вам, не вопрос тебе. И он потом собрал Совет без области, он сказал, дай нам какое-то время, мы реагируем, и они все реагировали. Кстати, когда в Копиккине у них был разговор, у Буша еще не было информации, Путин сказал, что мы на так, Путин сказал, ну может быть, Саакаши горячей крови, Путин сказал, я тоже горячей крови, он посмотрел на глаза, не, Владимир, ты хладнокровен, и он, наверное, не забавный, как убийца, но в принципе это имелось в виду, он наконец-то понял, с кем имеет дело. Поэтому вот эти были, вот на этом уровне шла дипломатия, когда Литерайс шепнул Лаврову на ухо, сказал, только между нами, Саакаши должен уйти, Литер сказал, что за это между нами, я об этом сейчас скажу всему миру, они сообщили всему миру, что Лаврова это требует, это все незаконные требования, вот и вся история. Михаил Николаевич, тут месяц тому назад президент Путин снова вас упомянул, хотя мне казалось бы, что должен был как бы и забыть, он сказал, мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии, мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появился Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании, сказал президент России. Слушайте, что у вас там происходит? Что у вас происходило? Я не помню президента Путина, который как бы, который бы так бы вспоминал человека, который уже там, извините меня, пять лет не президент. Ну, во-первых, я хочу сказать, что все эти розысказы о том, что у меня были какие-то личные непонимания с Путиным, из-за этого возникла война, полная чушь. Путин, правда, был слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных хладнокровий. И у меня, кстати, никогда не было личных громких конфликтов. Никогда. Все эти истории, что я там его обзывал, там, чуть-чуть не щипал, это полная чушь. У нас всегда были очень вежливые, все эти, и на ржоке, но вежливые. И всегда на выем. С многим людям я с СНГ общался на «ты», по-небратски, матерился со мной, он всегда очень себя сдерживал, и я не чувствовал особого неуважения. Это первое. Вторая история, вопрос в том, что я стал символом реформ на постсоветском пространстве. Когда Екатерина II говорила Фридриху великому вниманию, давай быстрее брать поршу, пока они провели реформы. Грузия провела успешные реформы. Для Путина это была проблема. Он напал не за Саакаши, он напал для того, чтобы положить джинную точку, поставить на грузинских реформах. Прекратить ситуацию, когда коррупция побеждена, олигархов вроде особо нет, там в власти не крадут, необычно проворовавшийся президент, как человек, который при всем, и я имел, когда больше влияние не в Грузии, причем то, что я не схожу с российских телеэкранов, я главный владелец российских каналов, учитывая мой советский опыт и ваш советский опыт, наверное, вы понимаете, что со знаком минус на плюс поменять легко, тот, кто оказался главным злодей, может оказаться главным спасителем. То есть, на самом деле, даже внутри России я подозреваю, что где-то 20% людей меня поддерживают, причем то, что вы очень это ненавидят. В результате вот этой пропаганды постоянно. Поэтому вот это есть. Я для него символ реформы. Я для него неприятель советского прошлого. Я для него символ отхода от Сауфа. Это раз. А второе, он говорит, вы хотите нового Саакаши? Так я хочу ему сказать, так он от этого Саакаши еще не избавился. I will be back for more. Я обязательно, обязательно вернусь в Грузию и в Украину и мы обязательно делаем настоящий прорыв реформы. Мы строим то, что будет дальнейшим моделью для России, для постпутинской России. Я в этом совершенно уверен. Михаил Николаевич, у нас пять минут и здесь огромное число вопросов, что вы собираетесь делать, о вашей личной судьбе, да, украинской, грузинской, не знаю, российской, европейской, американской. Вы могли бы вот за оставшееся время те планы не секретные, которые есть, секретные ставьте себе, рассказать, что вы сейчас думаете делать, потому что президент Порошенко ликвидировал указом отменил ваше гражданство. В Грузии у вас два дела, как я понимаю, там суд вас приговорил. Что вы собираетесь делать, если на вас не поставлен крест, как вы говорите, давайте мы эти палочки растащим и вы покажете, есть ли у вас план. В 2008 Путин хотел несколько кратерических вещей. Он хотел поменять политическую ориентацию Грузии, закончить грузинские реформы и закончить мою власть. Мою власть он закончил в 2012, поэтому 2008 он не победил, но он частично победил в 2012 через Иванишвили. Частично он победил в том, что грузинские реформы действительно замедлились, хотя они не уничтожены, хотя внешний политический курс Грузии не изменился. Это раз. Второе, действительно, он стал условием Порошенко, что он на пресс-конференции сказал, что украинцы должны избавиться от Саакаши, а Порошенко по инструкции это выполнил. Но при всем этом главный вопрос не снят. Народы наших стран занимаются свободе. Народы занимаются нормальной жизнью. Поэтому я верю в прямую народу власти, я верю в то, что прямую можно, чтобы вывели систему, когда главное решение будет принимать некоррумпированные судьи, некоррумпированные президенты или парламентарии, а электронным голосованием, нажатием кнопки. Мы ведем такую конституцию, которая позволит людям, как в Швейцарии, но в современной системе вклад за главные решения голосовать сами. Эти мы ликвидируем влияние олигархов на постсоветском пространстве, потому что олигархов сейчас покупает парламентарии президентов, но они не смогут купить весь народ. Мы должны забрать власть старых политических элит, вообще отменить идею политических элит, лидеры нужны на другом смысле передать это народу напрямую. В это я верю, я верю, что это следующий итог наших реально очень радикальных реформ. Второе, конечно, меня обязывает и память тех людей, которые погибли за свободу моей страны, за свободу моих стран, Украины и Грузии. Кстати, в Украине много грузин тоже погибло. Я верю в будущее Украины и Грузии очень сильно. Я думаю, что это реально будут страны для подражания всего мира, в том числе и России. Я верю также, что мы обосстановим свою территорию целостность, потому что нам нечего делить с теми народами, которых сейчас путинская Россия подмяла подседа, тех, кто же население Донбасса, или Крыма, или Абхазии, или, к сожалению, ассетин практически почти не осталось на грузинской, оккупированной той территории. Те оккупации обязательно совершатся, и мы построим что-то, что будет, мы не будем постоянно подражать другим, давайте будут другие нам подражать. Грузия была первым реформатором мира, при мне пять лет по всемирному маркуму был первым реформатором, экономическим реформатором мира. У нас было много чего, что было первое главное. Сейчас это временно отодвинулось, но мы опять будем первым реформатором, но как я вижу следующий итог реформы, это прямое народовластие, прямая электронная демократия, мобилизированный и в любом случае наши народы будут, они будут допускать ошибки, они будут наломать дробь, но в конце концов на своих ошибках они быстро получатся, у нас нет больше 4-5-6 лет потратить. К сожалению, Россия потеряла целую эпоху под Путином, но и мы тоже последний год, и особенно Грузия последние 5-6 лет очень много времени потеряла, Украина последние 25 лет, самое большое сожалению у меня это чувство потраченного времени. Я в хорошей форме, я точно знаю, что делаю, и поэтому я уверен в свою победу, мы победим на президентских выборах Грузии осенью этого года, но мы обязательно поменяем систему Украины, и мы будем дальше делать то, о чем я говорю, новый виток очень интересных преобразований, которые реально сделают наши страны очень богатыми и прочитающими, и будет человеческое достойство защищено. Михаил Николаевич, 30 секунд про Армению, скажите про революцию так называемого Пашиняна, 30 секунд. Я очень болею за Пашиняна, я думаю, что он все делает правильно, единственное, ему надо менять систему, потому что если не поменять систему, пока что его приказы выполняют старые правоохранители, но они обязательно готовятся военность против меня, я уверен, что Путин готовится его убрать от власти, ни в коем случае он не сможет углажить, и Крем сейчас убедить, что он ничего такого не делает, потому что сама идея свободы, сама идея борьбы с коррупцией, сама идея изменений, она прикидит Путину, и он не переносит, поэтому он будет, особенно в Сорсине, наезжать на подчинения, ему надо было вовремя распускать этот парламент, еще не поздно, ему надо полностью менять правоохранительную систему, потому что его успех очень важен для всех нас, я реально очень за него болею, я считаю его просто выдающимся человеком, но просто сейчас надо, он на распуте, надо менять систему, надо быстрее реформу, у него нет года полтора-двух, пока есть энергия народа, надо ее правильно использовать, пусть он учится на наших ошибках, не надо ему совершать своих, потому что от его успеха тоже зависит успех всех нас. Спасибо большое, напоминаю, что в прямом эфире Эхо Москвы был президент Грузии 2004-2013 год Михаил Николаевич Саакашвили, спасибо вам большое.